Два человека погибли в пожаре во Фрязине, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Огонь в здании бывшего научно-исследовательского института распространился уже на 4000 квадратных метров. На место направляет со вертолета Московского авиацентра. Сообщили об этом в МЧС во Фрязине. Работают более 100 спасателей. Приоритет это спасти людей, которые оказались заблокированы. Вот что рассказывает очевидца. Да, у меня через окна видно дым. Буквально минуты две назад в сторону пожара проехали сотрудники МЧС, две машины и сотрудники еще МВД. И скорая, да, машина, две колеты скорой помощи и одна машина пожарной службы проехала. И пожар до сих пор виден. Хорошо бывает то белый дым, то вот сейчас опять стал более черным дым идти. Очевидцы сообщают, что несколько минут назад на месте пожара был слышен звук взрыва. Теперь постройка почти полностью окутана огнем. Здание восьмиэтажное. Чтобы получить доступ к кислороду, находящиеся внутри люди разбили стекла спасателей. Они знают, где они находятся, но пока не могут добраться из-за очень высокой температуры и плохой видимости. Установить лестницу не получается. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место исполняющего обязанности начальника МЧС России по Московской области. Между тем, в холдинге «Росэлектроника» заявили, что горящее здание не имеет отношения к научно-исследовательскому институту. Платан с 90-х годов, оно находится уже в частной собственности.